Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я вижу, что многих людей в комментариях, судя по комментариям, возмутили слова Собчак. Она заявила о том, что брала интервью у пластического хирурга и, задавая вопрос о пластической хирургии, отметила, что онкологию в России лечить нельзя. Как она выразилась, в России не умеют смешивать всю эту химию. Давайте посмотрим, потом прокомментируем. Вот уровень этой операции, вы считаете, он развит так же? То есть, условно, мы все знаем, что, не дай бог, случается какая-то онкология, ее лечить в России нельзя. Просто потому, что у нас не умеют правильно смешивать всю эту химию и правильно ее давать пациентам. Но при этом, например, сердечное заболевание у нас суперхорошая школа. И это говорят очень разные врачи. Вот с пластической хирургией... Ну вот, друзья, вы сами все слышали. Как к этому относиться? Это абсурдное, абсолютно, высказывание. Почему? Потому что, вы знаете, у меня, у родственников, не у одного родственника, у родственников была эта страшная болезнь, онкология. И есть моменты, как успешного излечения, не без потерь имеется в виду, в здоровье, естественно, потому что лечение, оно оказывает влияние сильнейшим на организм. Это излечение. Есть моменты серьезного продления жизни человека. То есть человек уходил из жизни с этим диагнозом, тем не менее, жил довольно долго. Благодаря медицине именно российской. Самым ярким примером является Анастасия Заворотнюк с глиобластомой. Мозг, агрессивной формой рака, с которой живут 2-3 года. Ей продлили жизнь уже, по-моему, на 5 лет. На 5. По-моему, в 2019-м все это началось. То есть перспективными методами лечения, насколько, я помню, тогда заявляли в СМИ. И этого никто не делал еще в мире никогда. Вот что хотелось сказать. И вы знаете, еще один из примеров, я просто сейчас в голову пришел, замечательнейший Валентин Юдашкин, который, давая интервью, говорил о том, что он объездил все страны, так называемые, да, развитые с крутой медициной. И он нигде не нашел того уровня профессионализма и внедрения перспективных инновационных методик лечения, в том числе таких, как в России. И чтобы это делали так, как в России. И он поэтому лечился, хотя у него были все возможности. Лечиться где угодно, он лечился исключительно в России. И с этим диагнозом, к сожалению, к огромному сожалению, я очень уважительно относился к Валентину Юдашкину, он ушел из жизни, но продлили ему жизнь тоже довольно на длительный срок. Довольно на длительный срок. Поэтому, когда Собчак делает вот такие заявления, с моей точки зрения оскорбляя довольно большое количество врачей-онкологов, которые ежедневно спасают. У нас онкология сейчас вообще разгул просто. И очень многие умирают от онкологии. Но какое количество людей спасают наши врачи, лечат успешно. Поэтому это просто плевок им в лицо, я считаю. Это мое мнение. Ну и пациентам, которые лечатся сейчас в России с этим заболеванием, которым оказывается в том числе психологическая помощь в процессе лечения, сказать вот так на всю аудиторию, что у нас онкологию в России лечить нельзя, это что сделать? Это получается всем, кто лечится, приговор, что ли, подписать? Что если вы лечитесь в России, то вам конец? Так получается, она сказала, что ли? Что онкологию можно лечить только за границей? Я считаю, что эти высказывания – это просто абсурд. Это просто выходит за рамки здравого рассудка. Я абсолютно отрицательно отношусь к этим высказываниям. Они лживы, ложные. И вы знаете, я бы на месте онкологов вообще… Есть же какое-то сообщество онкологов, может быть, у нас объединение онкологов. Вообще бы какое-нибудь письмо написал куда-нибудь. И, собственно говоря, для того, чтобы потребовать извинений, потому что я еще раз говорю, вот вам примеры я привел. Наверняка в своих семьях сейчас очень много онкологий. Можете найти примеры того, как людей лечили, излечивали, продлевали жизнь надолго. У нас очень сильная школа онкологии. Как она, правильно сказала, кардиологическая школа. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вам нравится то, что я делаю, ссылочка там же. Можете поддержать канал Будда Гришна в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт www.buddagrichna.com для бизнесменов-предпринимателей. Там есть уникальное предложение в моем видеообращении. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые уже сегодня могли стать вашими, посмотрите видеообращения, заинтересуют, пишите. Друзья, ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там все самое интересное из всей сети в одном месте. Круглосуточно, политика с моими комментариями. Я думаю, вам будет интересно. Встретимся там, в телеграм-канале Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...